О как! Привет! Включим свет. Я мощная, да? Мощная. Пришла только что из зала. Что я хотела показать вам? Значит, у меня вот эта вот гостевая ванна. Нам ее только что покрасили. Потому что это все не плитка, это все акрин. И вот нам ее наконец покрасили. Не знаю, показывала в каких-то видео или нет. Она была такая, значит, вот здесь такая вся облупленная. Раз, два, три, четыре. Ну, либо четыре, либо пять у нее было таких облупленных спотов. Они появились уже, пока мы здесь жили. И, значит, нам ее отремонтировали. И я сейчас думаю, как-то мне нужно ее облагородить. Вот у меня висит новая шторка прозрачная. Я ее оставлю. Я не буду менять шторки, потому что мне кажется, что прозрачная шторка вообще-то самая... Вот, смотрите, раз. Ее задерну. Ее как бы нет. Ну, не знаю, кого-то, может быть, она бы бесила. В общем, это прозрачная шторка из икей. Здесь полотенце и туалетная бумага, потому что у нас вот здесь что кот, что агата ее раскручивают. Поэтому мы убираем так, чтобы это не было. Значит, это мое полотенце для тела сейчас придумается. А рядом это для рук полотенце. Я, потому что думаю, надо купить новое полотенце, чтобы в цвет они были. И надо как-то ее так облагородить. Эту ванну. Я вот сейчас показываю, какая тут есть поверхность. Вот это вот тряп полотенца. Это полотенце мы им вытираем. После того, как зубы почистили. Я сегодня собираюсь это все дело помыть. Значит, после покраски. Так, она здесь должна лежать. Но, возможно, у нас внутри разных цветов есть. Это и белая. Туда можно положить ее покупать. Не надо точно. Так, здесь она лежит. Тряпочка. Так, помык. Помык. Помык там. В общем, сейчас я буду мыть тут раковину. И здесь моя... Как это называется? Вот эта вот штучка. Вот эта вот штучка. Это проскалка для зубов. И я думаю сейчас поехать в магазин и купить какие-то, видимо, крючки на дверь. Так вот, крючки на дверь на эту. Потому что эта дверь, как правило, открыта. И на эти крючки повесить уже полотенца. Те, которые есть разномастные. И эта дверь будет вот так открыта. И все. И здесь все будет как бы красиво. А на эту сторону повесить полотенце для рук. Например, полотенце для рук и, может, полотенце для лица. И тогда сделать ее каким-то симпатичным. Но с туалетной бумагой я не знаю, что делать. Наверное, ничего. Может быть, агата ее уже, конечно, не раскручивает. Можно поставить эксперимент. Например, поставить туалетную бумагу вот туда вниз. И мне, я так думаю, нужно этот мыльница. Сосуд для жидкого и сосуд для жидкого мыла. Симпатичные. Здесь у меня шкафчики. Там в шкафчиках. Вот. На самом деле, валяется то, что ну, агата может трогать, что ли. Вот. То есть это то, что стояло либо в бане, либо на ванне. Мыло, шампуль, гель для душа. Губка. Губка ванна мыть. И вот я и думаю, я сейчас все помою. И хочу одномастное. Устала, что-то я от разноцветных от обилия цветов в этой ванне. А я этой ванной пользуюсь, потому что я здесь чищу зубы. Вот такие милые. Так, ну это я хорошо сбитенькая. Такая, да? Прилично сбитенькая. Вот. Да, мне показалось, что у нас тут с освещением. С освещением, вот. Две лампочки выкручены. Сейчас вам покажу. Вот они, видите, одна есть, двух других нет. Это для экономии электричества. Поэтому, говорит, всегда только одна лампочка. И, конечно же, энергосберегающая. И здесь есть вот этот вентилятор, желтый, некрасивый. Ой. Там тоже можно свет зажить. Сейчас я зажгу. Свет без вентилятора. Чего вентилятора не слышали? Вот он, свет. Он такой холодный. А этот, наверное, тёплый всё-таки. Да. Майка мне, это, конечно, честно говоря, маловато. Так, ладно, всё. Я сглобой, что было. Пойду ныть. Такая красивая, опять с фильтрами. Эти фильтры, а эпловские, на передней камере, они увеличивают глаза. Когда ты снимаешь близко, у тебя глаза, он определяет, что это лицо. И глаза делают такими вытянутыми, красивыми и большими. В общем, на самом деле, глаза у меня меньше. И, знаете, так общаешься по видеосвязи с кем-то. Ну, например, или быть человеком, с которым важно понравиться. Ты ему понравился, а ведь встретились, и те не узнали. Тебя просто не узнали. Сейчас поеду, посмотрю крючки и полотенце. И ещё, да, не сказала, ещё хочу картины сюда. Но пока не решила, какую. В общем, посмотрим. Пока-пока. Так, ну вот, я помыла. Посмотрите, какое чистое зеркало. Ну, я хозяюшка. Помыла, помыла, всё помыла. Тут помыла, там помыла. Ну, чё ты ракуна-то? Я хреново помыла. Кошачьи волосы-то понятно. Тут уже было. Надо её. Перемыть матовку. Так всё помыла, помыла. Протёрла. Сейчас потом пойду в душ. Сейчас пойду в душ, а потом я поеду, поеду. Покупать крючки. Вот сюда. Я думаю, что самый простой способ, это вот просто вот так вот навешать их на дверь. Не самый красивый. Но если я что-то прикреплюсь со скотчем, то отодрётся вместе с краской. А если я сделаю дырки, то, во-первых, эта фанера, она ничего не будет держать. Она пустая и тонкая бумага, считайте. Второй мне потом их заделает. Ну, короче. Никаких ковриков у нас нет. Ну, у нас есть вот этот коврик. Его надо постирать. Обычно мы не используем никакие коврики, потому что туда забивается кошачья грязь. Даже если ты каждую неделю их стираешь, она всё равно там остаётся. Там волосатых ковриков нет. Ну, что, пошла бы я перемывать раковину. У нас в субботу во всю уборку. Шум, крики. Я решил показать вам полотенце. Я вчера купила полотенце. Беленький, мягкий, как в отеле. Я прям выбирала просто по мягкости. Так, что это у меня с телефоном, куда он скачет? В общем, я выбирала просто по мягкости. Я пришла в магазин вначале в Walmart. Я пришла за средством для унитаза. Я там общупала все полотенца. Посмотрела на их цены. Думаю, ну, раз уж я тут, знаю, что в Walmart нет мягких полотенец. Хорошо. Пощупала их полотенца. Ну, знаете, в Икее такие же продаются. Цена, мне кажется, даже у них какая-то выставила. В Walmart 13 долларов. Большое банное полотенце стоит. Я такая думаю, ну, хорошо. И в этот же день мы поехали за продуктами вчера. И я зашла в Marshalls. Marshalls, значит, это где? Типа всякое барахло, дерьмо. Здесь с контом. Не люблю. И я там общупала все полотенца. И было единственное белое полотенце, которое было самое мягкое. Я его взяла. Посмотрела на сцену. Цена двина, а нет? Да, цена двина. 13 было. Нет, что было 14 в Walmart. Да, в Walmart было 14. А у этого цена 13 долларов. Я такая, ну, отлично я беру. Вот. Чего я его внимаю? Лицо подношу. Оно не постирано. А в Walmart я купила одно полотенце для рук за 3 доллара. Тоже белое, но не такое мягкое. Другое по качеству. Просто посмотрю, как оно будет использовано. В общем, я вот сюда навешиваю сегодня, ну, не сегодня, когда постираем белых полотенец. Смотрела я эти подстаканники. Вот туда мне нужны подстаканники. Под это, значит, ничего нет. Ничего не было красивого, приятного, симпатичного. Что до этого я была в Геи, что в Маршалсе. Ну, в Walmart я не смотрела, честно говоря. В общем, думаю, не заказать ли мне у китайцев. Зашла на сайт Shein, или как он называется. Ну, там ничего тоже нет. В общем, надо подумать. Я погублю, где люди заказывают. Так, чтобы был выбор. Какого цвета я хочу? Я вот сюда, ну, про цвета, про цвета. Ну, я хочу какого-то насыщенного, темного цвета. Вот, здесь на у меня трибуны. Поставила эту туалетную бумагу, значит, в угол в доступ к Агате. Агата уже сегодня три раза сопли ходила, сморкала. Отмотает себе моток. Посморкается, выбросит. Отмотает, посморкается, выбросит. Посмотрю, сколько доживет до понедельника. Ну, мне нравится мне, что туалетная бумага стоит, значит, рядом с полотенцем. Не потому, что я беспокоюсь за полотенце, там, за микробы, за что-то еще. Нет. Не подумайте. И я не такая чистоплотная. Просто мне не нравится. Еще свои крючки в Волмарте. Пришла, пришла. Ну, пока их нету. Но, помимо крючков, значит, у меня что еще? Подставки под мылом. Вообще, конечно, вот классно, то, что они продают все в одной цветовой гамме. Сколько это счастье стоит? 17 долларов. Это не докладная цена. Ну, мне не надо, но буду знать. Держалки какие-то. О, ничего себе, отельный стиль прямо отдельно. Это что-то особенное. И вот, наконец, наконец, мне попались мои, значит, эти диспенсеры. Диспенсеры для жидкого мыла. Ну, я, конечно, кинулась вот сразу к блестящим зеркалкам. Люблю такое. Вот обожаю эти зеркальные поверхности, как у диска шара. Сори, конечно, звук приходится записывать отдельно. Я тут хожу с коляской, у воды, фонтаны. Все, все шумит. Ну, прошу прощения. Нет тут тихого места. И вот, значит, я перебираю диспенсеры. Я люблю все яркое. Но проблема в том, что очень дешево, яркое смотрится. Вот сейчас я показываю камень. Это камень. Видимо, какая-то гранитная крошка. Или мраморная крошка. Тяжелая. Выглядит неплохо, но, знаете, тоже дешево. Вот это вот мне нравится. Вот такой цвет мне нравится. Темно-серый, светло-серый. Ну, вот видите, вот это вот наверху. Ну, такая все адская дешевка. Смотреть на это просто невозможно. И вот она у всех. Это вот пластиковая дешевка сверху. Есть матовая. Матовая выглядит получше. Ну, вот здесь уже все раздолбали. И видно, что это какая-то каменная крошка. В общем, весь мрамор. Вот мне кажется, если у тебя интерьер не весь итальянский мраморный, смотрится дешево. В американской дешевой ванной будет смотреться еще хуже. Вот здесь уже пошли наборы. Мне они нравятся. Но не подходят. Они везде. Что в Волмарсе, что в Маршалсе. Так, хорошо. Мне нужны крючки мои. Ой, Клорекс выпускает свою шторку. Здесь какие-то безумные 16 долларов. Страшные за 16 долларов. Ой, да. Вы знаете, они тут что-то... Я еще это записать не смогу. Тут же музыка играет. Так, ну если я говорю, я надеюсь, что я что-то смогу записать. Так, крючки пошли. Так, вот туалетная бумажка подвешивается туда. Мне все это подвешивать не надо. Мне нужны какие-никакие крючки. Ну, значит, тут опять... Слушайте, ну их не может не быть. Они по-любому тут есть. Просто, может быть, в другом отделе. По-моему, такое все страшное. На дерево же они не будут у меня. Что нельзя взять? Попробовать. А потом, если не подошло, то вернуть. Ага, это моя мечта. Брать, пробовать и возвращать. Брать, пробовать и возвращать. Я ведь так с зарой, можно сказать, и делаю. Заказываю кучу. Все это мерю, потом все это возвращаю. Ага. О, вон там крючок у меня есть. Вот, это на дверь же крючок и есть. Ну, на кой мне двойной крючок? Ну, только с двух сторон есть полотенце. И там, ну, я, знаете, я вообще в своем уме, я не буду покупать крючок за... За 14 долларов. Я вообще насчет этого-то думаю. Вот мне нравится цена на туалетную бумажку, да, за 4 доллара. Ее повесил и все. Слушай, через деньгами знаю, готов ли я раскошелец. Так, ну, хорошо, хотя бы я их нашла. Значит, вот есть за 25 крючки. Уже мне все то же самое, только бесплатно. Получки для туалетов. В общем, да, ни черта тут нету. Пойти, что ли, в Волге? Так, значит, я не нашла никаких тут подходящих мне держалок для мыла. Купила вот такую штуку. Держалка для картины, ведь я же картину еще так хочу повесить. Еще мне нужен двусторонний скотч. Но у меня такое ощущение, что я зашла отмечу в одно место. Там был двусторонний скотч в один отдел. Вот так скажем, был двусторонний скотч по безумным ценам. Какие-то, знаете, 3 доллара, и он толстый. А мне не нужен толстый, мне нужен тоненький. Аккуратненько, чтобы тоненькую бумажечку приклеить к другой потолще бумажечки, чтобы ничего видно не было. В общем, я пришла в мужской отдел, как это принято в мужском обществе. Хотела сказать тоталитарным. В общем, в отдел рукодельников я пришла, значит, и думаю, может, тут есть скотч. Так. Его, походу, нету. Но, как вы уже поняли, так, опять мои крючки. Моя переделка. Все в ванны продолжается. Я твердо намерена ее сделать симпатичной. Ну, так как я это вижу, конечно. Мастер, отдел мастера на все руки. Наверное, классно быть мастером на все руки. Такие вот, я знаю, бывают и женщины, и мужчины. А я, скорее, противоположность. Я не мастер на все руки. Тут противоположность мастера, это я не мастер. Нет, тут уже какая-то машина, машина, машина. Еще улов мой ничтожен. Так, закончу. В общем, да, переделка моя продолжается. Это, конечно, в целом не переделка, а декорирование ванной комнаты. Вообще никогда не понимала, на самом деле, я прикола покупать вот эти вот всякие пластиковые мыльницы, пластиковые диспенсеры для того, чтобы там мыло хранить и его выдавливать. Мне казалось, ну, господи, продается же мыло в пластиковой упаковке уже, пожалуйста, использую ее. И вдруг, вот знаете, это, мне кажется, показатель возрасту. 40 лет исполнилось. И давай, Витя, гнездо, давай, Витя, гнездо. Уже и дом свой, считаете, захотела. Но, но. Не, ну с такими ценами мне, конечно, дом никакой не нужен. С такой ипотекой. Мне кажется, ипотека у нас уже дороже, чем в России год на ипотеку. Так, ладно, все вам. Чмоки-чмоки. Всем хорошего дня. Берегите себя и будьте здоровы.